Здравствуйте! В эфире канала Заречные новости в студии Алена Суркова. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом месте появится музейно-мемориальный комплекс. Он поможет уберечь от природного воздействия объекты военной поры и не даст им окончательно исчезнуть с лица земли. Вот здесь на этом месте два ряда одинаковых абсолютно по размеру ям. Вот шесть штук здесь получается в одну сторону, пять штук все параллельно им. И рядом еще одна очень глубокая яма. Такое чувство, что они все вместе представляли какой-то комплекс вот этих военно-инженерных сооружений. И мы, честное слово, не можем до сих пор понять, что это могло быть. Участники Великой Отечественной войны продолжают возвращаться с фронта. Поисковые отряды на полях сражений находят останки красноармейцев. По малейшим деталям удается опознать имена павших в боях. С 77 лет было известно, что он пропал без вести. Его сын искал, но не смог найти. И вот был он обнаружен, возвращен в Пензу и захоронен вместе с его сыном, который вот уже тоже на том кладбище находится. А теперь подробнее об этих и других событиях. Заречный включился в проект «Росатом вместе». Он призван синстематизировать все действующие социальные программы, направленные на благоустройство городской среды и улучшение в образовании, медицине, культуре. Город-победитель конкурса наилучшим образом реализовавший проекты, получит 10 миллионов рублей на развитие гражданских инициатив. Долгое время в Заречном и в других атомградах России реализуются социальные проекты госкорпорации. Всего их 18. В нашем городе часть из них получила реальное воплощение. Например, уже третий год зареченцы активно участвуют в проектах. Гражданин страны «Росатом» слава создателям лучшей муниципальной практики. «И наши лучшие практики входят в перечень лучших практик «Росатома». Это «Бережливая поликлиника» два года. Это «Ньюклейкидс». По-моему, мы активно в нем участвуем с 2008 или 2009 года. Ярким спортивным событием в 2017 году для зареченцев стала зимняя атомиада, проведенная госкорпорацией в Заречном. Следует отметить, что команда производственного объединения «Старт» представляет наш город в этом проекте практически с момента его начала и участвует каждый год. Это «Мой дом, мой двор». С 2009 года у нас этот проект реализуется. А как только он появился в системе «Росатома», мы активные в нем участники. И конкурс «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с использованием стандартов «Волдскилз». Это тоже участвует ПО «Старт» давно. И презентацию участия ПО «Старт» в этом проекте мы покажем 8 сентября в День города. Объединить эти проекты в единую систему, провести мониторинг и повысить эффективность управления призвана программа «Росатом вместе». Она включает в себя 4 конкурса, в том числе соревнования социально значимых приоритетных проектов госкорпораций между собой, конкурс координаторов проектов, соревнований городов между собой на лучшую организацию и проведение месячника «Росатома» и конкурс презентации города в «Росатоме». Цель программы «Росатом вместе» – это наблюдение за реализацией проектов и систематизация результатов для того, чтобы понять, почему в одном городе тот или иной проект успешен, а в другом муниципалитете нет. В «Заречном» накоплен опыт реализации проектов различной направленности. Все проекты мы постараемся вместить в конкурс «Лучший месячник Росатому», где мы продемонстрируем городу все мероприятия в рамках каждого проекта. У «Заречного» есть серьезные достижения в реализации проектов госкорпорации. Это вселяет оправданную уверенность в успешном участии в программе «Росатом вместе». Активность зареченцев поможет мечту сделать былью. Геннадий Рузов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В зоне отдыха «Солнечное» появится парк памяти. Проект с таким названием стал победителем конкурса фонда президентских грантов в 2018 году. Он направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. На территории парка имени Михаила Юрьевича Лермонтова планируется создать музейно-мемориальный комплекс. В него войдут информационные модули, расшифровывающие подлинную историю ландшафта. С пресс-конференции, посвященной реализации в «Заречном» проекта «Парк памяти», репортаж Анны Литвиновой. Лермонтовский парк станет парком памяти. В годы Великой Отечественной войны северная часть «Заречного», в том числе и территория зоны отдыха «Солнечное», была полигоном селиксинских учебных лагерей, где готовили новобранцев к фронту. Даже спустя 70 лет это место частично сохранило ландшафт военного времени. Этому свидетельствуют кадры немецкой аэрофотосъемки, которая попала в руки зареченцев несколько лет назад. «Парк Лермонтов – это примерно вот эта вот вся территория, там молодежи где-то вот в этом районе. То есть вот все вот это мы уже безнадежно потеряли, хотя здесь видите очень много белых точек, и видим вот самые густые, ну как бы какие-то объекты, они были именно здесь. Но вот это вот, вот это вот, и вот это вот, это все сохранилось в виде ямы. Наша главная задача – стараться это все идентифицировать, понять, что все-таки находилось на месте вот каждой конкретной ямы, чем, собственно, мы и занимаемся». По предположениям историков, на месте ям располагались огневые точки, ячейки для одиночных стрелков, зенитные и пулеметные площадки, а также окопы, траншеи и блиндажи. «Вот здесь, на этом месте, два ряда, одинаковых абсолютно по размеру ям. Вот шесть штук здесь получается в одну сторону, пять штук еще параллельно им. И рядом еще одна очень глубокая яма, такое чувство, что они все вместе представляли какой-то комплекс вот этих военно-инженерных сооружений. И мы, честное слово, не можем до сих пор понять, что это могло быть». В рамках проекта «Парк памяти», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году, все эти места будут отмечены информационными модулями. Стенды будут расшифровывать зареченцам подлинную историю ландшафта. Всего планируется установить 20 таких конструкций. Интерактивные возможности существенно расширит разрабатываемое мобильное приложение. С помощью него обладатели современных гаджетов, наведя камеру на специальные маркеры, смогут вывести на экран устройства дополнительную текстовую графическую информацию, к примеру, 3D-модели тех или иных объектов. В рамках проекта на берегу одного из прудов зоны отдыха «Солнечное» также установят два прорезных модуля для обозначения места, где прежде протекал ручей, из которого новобранцы брали воду. Помимо этого на территории бывшего учебного полигона появится тематический арт-объект. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее об уникальном проекте «Парк памяти» в нашей студии расскажет заместитель директора музейно-выставочного центра «Заречного» Виктор Кладов. Интервью с гостем смотрите после основного информационного блока, а пока о других темах выпуска. Зареченец Илья Мурылев принял участие в экспедиции пензенского поискового отряда «Поиск-вездеход». В Республике Беларусь «Зареченец» вёл розыск солдат в местах боёв Пензенской 61-й стрелковой дивизии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе упорной работы удалось найти останки 59 красноармейцев, а также установить личность одного из них. О том, как проходила заграничная экспедиция, узнала Ксения Тризна. Республика Беларусь, Гомельская область, деревня Новые Коноплицы. Этот район поисковый отряд «Поиск-вездеход» выбрал не случайно, объясняет участник экспедиции Илья Мурылёв. Здесь в 1944 году шли ожесточённые бои с фашистами. Начиналась подготовка к операции «Багратион». Прежде чем отправиться в Белоруссию и приступить к поискам, участники отряда провели масштабную работу, изучили архивные материалы и карты, пообщались с местными жителями. Одна бабушка нам рассказывала, как она помнит, что красноармейцы освобождали деревню на лыжах, в белых накидках. И ещё один местный житель нам точно показал, где находились эти захоронения времён войны. Поисковикам удалось обнаружить останки 59 красноармейцев. Большой удачей считается, когда получается найти в захоронениях вещи, которые помогают установить личность погибшего. В этот раз такой зацепкой стала медаль «За отвагу». Она образца до 43-го года, на четырёхугольной колодке такая носилась. По номеру мы уже сразу же подали информацию в общественные организации, которые нашли не только имя человека, но уже даже нашли родственников, которые проживают в Алтайском крае. Родственники нам прислали фотографию этого красноармейца, и у него на груди на фотографии та медаль, которую мы нашли в ходе наших раскопок. Имя этого красноармейца – Савелий Якушко. Он погиб 23 февраля 1944 года. Кроме этого, во время раскопок поисковики нашли четыре личных медальона бойцов и ещё одну медаль «За отвагу». Она рассечена осколком напополам, но серийный номер сохранился. Все находки были переданы в местный военкомат. Личности красноармейцев устанавливаются. И это далеко не всё, что удалось сделать участникам отряда «Поиск-вездеход». Они выполнили ещё одну важную миссию – доставили на родину останки красноармейца из села Алферевка Пензенской области. 77 лет было известно, что он пропал без вести. Его сын искал, но не смог найти. И вот был он обнаружен, возвращен в Пензу и захоронен вместе с его сыном, который вот уже тоже на том кладбище находится. Останки Савелия Якушко и других бойцов, личности которых удастся установить, также будут переданы родственникам и захоронены на малой родине героев. Тела неопознанных красноармейцев будут с почестями погребены на территории Республики Беларусь. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». И еще один материал, посвященный сохранению памяти. На этот раз речь пойдет об истории специально пожарной спасательной части номер 2, которая была создана в 1963 году. В ее задачи входила охрана, пожалуй, самого закрытого режимного объекта производственного объединения «Старт». Традиции, заложенные ветеранами пожарной охраны, продолжают современные огнеборцы. В юбилейный год на территории специальной пожарно-спасательной части прошла торжественная церемония установки открытия памятного камня. Подробности в репортаже Ксении Тризны. Саше Прониной всего 8 лет, но у нее уже есть самая настоящая медаль. Девочке вручили награду «Рожден в семье пожарного». Кто-нибудь поставлю на видное место, чтобы все видели, чтобы мне пожарно понимали. Пожарный во второй пожарной части, и душит пожар, и помогает людям. Медали Саше и другим детям огнеборцев вручили на торжественной церемонии, посвященной юбилею специальной пожарно-спасательной части номер 2. В этом году подразделению исполняется 55 лет. По инициативе сотрудников на территории части был установлен мемориальный камень. Очень отрадно понимать и видеть, что наш коллектив, наши сотрудники чтят традиции, которые были созданы вами, ветеранами. Они очень радуют то, что люди с инициативой вышли и сделали то, что планировали. Сотрудники второй пожарной части заступили на круглосуточное дежурство 1 августа 1963 года. Их основной задачей стало обеспечение безопасности такого важного объекта, как база оборудования. Они выполняют, наверное, самую опасную работу, когда был ядерный заряд, когда мы сейчас занимаемся обычными вооружениями. Это, я говорю, ракеты и сухопутные, и морской, и авиационной тематики. И все это делается на территории нашего города. И благодаря вашей службе взаимодействию с предприятием мы не допустили ни одного случая, который позволил бы признавать часть и завод пожароопасным, взрывоопасным объектом. За 55 лет часть изменилась. Из небольшого одноэтажного здания она превратилась в современное пожарное депо, оборудованное по последнему слову техники. При нас в 70-х годах были машины старенькие, ЗИСы, очень старые. А сейчас техника во многом изменилась. Очень много нового. Пожарно-техническое вооружение совершенно новое. Люди не меняются. Пожарный он и остается всегда пожарным. У него задачи остаются те же – беречь, спасать. На торжественной церемонии сотрудникам специальной пожарно-спасательной части номер 2 сказали спасибо за добросовестную службу. Им вручили ведомственные награды и благодарственные письма генерального директора производственного объединения «Старт». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Муниципальное предприятие «Автотранс» сообщает об изменении движения маршрутных автобусов в коллективные сады. С 30 июля в связи с сокращением светового дня последний автобус будет отправляться из коллективных садов в 19 часов. Сразу после выпуска новостей смотрите на нашем канале «Программа «Вопросы есть». Одна из тем выпуска – строительство многоэтажки на месте спортивного комплекса на территории бывшей школы номер 218. Застройщик строительного управления номер 2 с аукциона приобрели земельный участок под цель строительства, заключили договор аренды, оформили надлежащим образом всю проектную документацию, прошли экспертизу и получили разрешение на строительство. Полный ответ заместителя главы администрации Сергея Воронянского смотрите в программе «Вопросы есть». Кроме этого, выпуски специалисты предприятий и организаций города расскажут о реализации в Заречном программы Центра занятости населения «Стажировка» и с какими специалистами работодатели готовы заключить срочные трудовые договоры, как обезопасить себя от укуса клеща и почему необходимо обратиться к врачу, если укуса избежать не удалось. Об этом сегодня на канале «Заречный». Смотрите программу «Вопросы есть» сразу после выпуска новостей. После блока коммерческой информации в нашей студии появится заместитель директора музейно-выставочного центра «Заречного» Виктор Кладов. Мы поговорим о реализации в Заречном проекта «Парк памяти». Не переключайтесь. В новом хирургическом отделении Железнодорожной больницы Пензы проводятся высокотехнологичные операции по гинекологии и абдоминальной хирургии, пластические операции, операции урологического и лор-профиля. Звоните 999-349. Код города 8412. С 10 по 31 июля в «Лале-Антилоп» недели горячих летних цен. Например, норка всего за 35 тысяч рублей. Московское 100. Второй этаж. Закажи натяжной потолок и получи два в подарок. Телефон 23-24-25. Старт продаж квартир в жилом доме «Лесная симфония» в Заречном. Доступные условия покупки. Широкий выбор планировок. Уютный двор. Офис продаж на проспекте 30-летия Победы, 47. Телефон 28-28-28. Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегия «Росатома» и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». А мы возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях заместитель директора Музейно-выставочного центра «Заречного» Виктор Юрьевич Кладов. Здравствуйте, Виктор Юрьевич. У нас в Заречном будет реализован проект «Парк памяти». Расскажите, пожалуйста, что это за проект и где он будет реализован? Территориально он будет реализован на месте современного парка имени Лермонтова. Сам проект предполагает установку 20 информационных стендов. Ну, точнее, 23 типовых и трех более фигурно, скажем, дизайнерски, более сложных на территории этого парка. И смысл проекта заключается в том, чтобы таким образом расшифровать для обывателей, для жителей города ту историю, которая, в общем-то, пережил этот парк. Точнее, тогда его еще не было. Территория этого парка в годы Великой Отечественной войны. Многие уже сегодня знают, что в 1941-1945 году в районе станции Силикса действовали учебные лагеря по подготовке новобранцев. И, собственно, один из крупнейших полигонов находился как раз на территории нашего города. И вот вся территория современного 132-го квартала, та, которая занята сейчас частным сектором, и парк Лермонтова, и вот вплоть до улицы Мира, все это было одно большое, скажем так, тренировочное поле, где новобранцы обучались самым разным, скажем так, получали какие-то разные навыки, приемы, те, которые должны были пригодиться им на фронте. То есть здесь занимались и огневой подготовкой, и тактической, и учились рыть окопы, строить какие-то простейшие сооружения, саперная подготовка была. Ну и физическая, естественно, штыковой бой, это какие-то преодоления штурмовых полос и так далее. То есть история, на самом деле, очень богатая, и самое главное, что от нее осталось очень много материальных следов, разного рода ям, таких вот характерных для траншей, для блиндажей, для землянок. Эти ямы, они, конечно, частично разрушены, они поросли травой, кустарником, но тем не менее они еще различимы, и мы хотим с помощью вот этих информационных стендов напомнить о том, что здесь было, вот рассматриваемый нами период. И, кстати, хочу сказать, что в этом отношении нам безумно повезло, потому что город очень маленький, территориально. Представляете, какое счастье, не нужно ничего искать. Обычно для этого делают какие-то специальные поисковые экспедиции, ездят отряды со специалистами по лесам, да, ищут какие-то следы вот военно-инженерных сооружений. А здесь, в общем-то, вот сама история нам подарила такой памятник, и, конечно, грех не воспользоваться этим в полной мере. А как будет выглядеть парк памяти? Значит, на трех входах в современный парк Лермонта мы поставим три информационных стенда. На них мы расскажем посетителям о том, что вот дальнейшее путешествие по дорожкам парка, его можно произвести, ну, в разных вариантах, можно просто погулять. И это принципиальная, кстати, наша позиция, чтобы в целом сохранить концепцию вот этой территории как место такого тихого отдыха какого-то, да, там гуляют у нас и молодые семьи, пожилые граждане, пусть все остается вот именно так. А второй вариант – познакомиться вот, собственно, с историческим наследием, почитать эти информационные стенды. Либо, если ты молодой человек, все-таки они в основном больше интересуются современными гаджетами, да, мобильными приложениями, мы запустим специальные мобильные приложения. То есть можно будет на стенде прочитать информацию об условной, ну, допустим, землянке, а через мобильные приложения считать фотографии в виде маркера на стенде и вот, ну, как бы покрутить 3D-модель, которая, какого-то предмета, который в этой землянке мог находиться. Причем мы хотим увязать эти 3D-модели друг с другом таким образом, чтобы человек, ну, как бы его простимулировать, пройти, познакомиться со всеми стендами. Можно, конечно, просто вот 1, 2, 3, а можно, ну, допустим, посетить 10, да, из этих мест памяти и зафиксировать свой результат через мобильное приложение и получить, например, бесплатный пилет в музее, да, или на какое-то наше мероприятие. То есть мы постараемся вот сделать что-то вроде такого квеста. Ну, и несколько еще интересных вещей с этим связанных. Во-первых, мы все-таки хотим сделать эти стенды доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. И если, допустим, инвалиды-колясочники, они как-то вот там с доступной средой, все в порядке, на наш взгляд, то мы попробуем разместить на каждом из стендов таблички со шрифтом Брайля, чтобы человек слабовидящий мог все-таки вот прочитать, что, собственно, здесь, да, о чем речь идет. И еще один момент. Мы постараемся сделать три стенда, вот о которых я говорил, такими не типовыми, а все-таки более интересными с точки зрения художественного дизайна. Один из них, он будет такой прорезной, он будет установлен на берегу одного из Лерманских прудов. Мы все-таки хотим напомнить его историю, что Лерманские пруды, они были в свое время образованы на месте глубокого оврага с ручьем. И в то время, когда шла Великая Отечественная война, здесь был именно овраг. И из этого ручья новобранцы брали воду, особенно это актуально было в летнее время, в жаркое, да, соответственно, вот в перерывах между занятиями. Поэтому мы его делаем прорезным, таким вот повторяющим, как будто бы, очертание извилистого вот этого ручья. Ну и еще два стенда, или один стенд, мы посмотрим, сколько у нас вот с точки зрения финансов выйдет. Либо мы сделаем конструкцию из металлических труб, которая сможет имитировать вот этот вот постоянный гул ветра на полигоне, особенно зимой, да, метель. Либо это будет, ну, небольшой арт-объект, который мы поместим рядом с уже установленной доской, мемориальной, рядом с Домом молодежи, там как раз есть местечко, как будто вот для этого предназначено. То есть, в общем, вот такой, с одной стороны, простой достаточно, с другой стороны, ну, мне кажется, очень нужный проект. Мы думаем, что к сентябрю, то есть к празднованию Дня города, юбилея Заречного, мы его завершим и тем самым вот сделаем подарок горожанам. Виктор Юрьевич, вот Вы затронули тему денег. Расскажите, на какие средства будет реализован данный проект? Ну, все это реализуется на средства фонда президентских грантов. Нам посчастливилось в сотрудничестве с фондом поддержки городских инициатив. И еще раз спасибо Ирине Владимировне Курышеву, исполнительному директору фонда, что они помогли нам с участием в конкурсе президентских грантов. И, собственно, сумма гранта, она по нашим меркам может быть небольшая, 311 тысяч, но это вот ровно столько, сколько нужно нам для реализации задуманного. Поэтому, ну, с другой стороны, их и проще потратить. В общем-то, тут 2-3 направления, да, мы уже заказали металлические конструкции, мы заказали в типографии изготовление информационных стендов. Сейчас работаем над табличками со шрифтом Брайля, их тоже делают в Пензе, в общем-то, особо ничего сложного нет. Поэтому уложимся в установленные сроки, очень здорово. А какие сроки реализации данного гранта? Ну, формально мы указывали, ну, до октября. Но я думаю, что справимся раньше, потому что все-таки хочется привязать его к юбилею города. И открытие торжественное произвести, может быть, накануне празднования 60-летия Заречного. Было бы очень символично. Виктор Юрьевич, а парк Победы, он будет большой по площади или же нет? Ну, мы думаем так, что постараемся развести эти стенды по всей территории парка. Действительно, было несколько вариантов решений. Одно из них предполагало и группировку вот на такой небольшой территории, чтобы было поудобнее, чтобы познакомиться со всеми. Ну, с другой стороны, ну, почему бы не поискать, почему бы лишний раз не пройтись, почему бы не посетить несколько раз этот парк и как-то с одной информацией ознакомиться, с другой. Мы решили вот распространить все это как можно шире географически. Хочется покрыть вот всю эту территорию, подчеркну, потому что действительно огромное везение. Надо же в центре города вот такой уникальный исторический объект. Виктор Юрьевич, в ваши руки попали кадры немецкой фотосъемки. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Очень интересный вопрос и, надеюсь, очень интересный будет ответ, потому что на самом деле она, ну, как бы с одной стороны, является источником очень важным для нас. Действительно, есть такой сайт luftfoto.ru. Те, кто создали этот сайт, ребята, которые живут за рубежом, и они имеют доступ в архивы Соединенных Штатов и Великобритании, они, в общем-то, за определенную сумму заказчику осуществляют поиск в этих архивах той местности, автосъемки той местности, которая его интересует. Но, знаете, вот в нашем распоряжении 9 снимков имеется территорией, той, которая сейчас занимает Заречный. Эти снимки были сделаны в период с лета 42-го по февраль 43-го года. То есть, есть и летние, и зимние варианты. На них очень здорово, четко прорисованы все вот эти белые точки полосы, то есть, то, как сверху выглядели землянки, малиндажи, там, дороги и прочее. Но это вот, если бы не два «но». Во-первых, они были сделаны в 42-м году, потом был 43-й, 44-й, 45-й. Естественно, список этих военно-инженерных сооружений расширялся. Второе, но связано с тем, что очень трудно осуществить их точную привязку к местности. То есть, мы можем говорить, что примерно в районе вот бывшего там, скажем так, оврага, про который я говорил с ручьем, вот находились 1, 2, 3, 4 огневые точки. Но где конкретно они находились, здесь уже вот есть определенные сложности. Поэтому да. И здесь нам помогает еще одно, скажем так, полезное изобретение. К нам обратился один из наших известных ориентировщиков, те, кто занимается спортивным ориентированием, Геннадий Иванович Смирнов. И он нам дал карту, которую они, ориентировщики, составляли для своих целей. И карту Лермонтского парка, на котором очень точно нанесены как раз все вот сохранившиеся ямы, окопы и прочее-прочее, в виде черточек, в виде курыжочков. То есть, сопоставление вот этой немецкой аэрофотосъемки, той карты, которую предоставили ориентировщики, и современной карты, вот все это вместе позволяет нам довольно точно соотнести эти ямы, да, с наличием какого-то объекта тогда. Но и здесь как бы не все, потому что остается же еще точно идентифицировать то, что находилось на месте каждой конкретной точки. Это хорошо, если на фронте там с аэрофотосъемки было видно, что это танк, это самолет, это действительно укрепленная позиция, противотанковые ровы, опять же. Люди только учились рыть эти окопы. А во-вторых, многое разрушили ведь потом, когда строили, прокладывали те же самые асфальтовые дорожки, брали грунт из одной ямы, перекладывали в другую, и сейчас они вот не в классическом виде, скажем так, ямы от бывшего блиндажа, а теперь вот попробуй ее опознай, потому что появились какие-то новые рвы и прочее. Поэтому очень сложно, и вот недаром мы обращаемся за помощью горожанам с просьбой идентифицировать, наверное, самый загадочный для нас участок местности. То есть там в два ряда, по пять, по шесть идет совершенно одинаковых ям, рядом с ними находится еще одна очень большая, и, видимо, все вместе они какой-то комплекс сооружений представляли единый, но вот что это было, мы понять не можем. Поэтому к этой работе у нас остался еще август. В принципе, время есть для того, чтобы обозначить еще дополнительным стендом вот эту группу объектов. Но будем надеяться, что сможем это сделать. Но, повторюсь, для нас, в принципе, и не самое основное, вот прям досконально идентифицируясь в каждом из этих объектов. Для нас главное, чтобы реченцы, жители города, понимали, что в годы Великой Отечественной войны здесь был учебный полигон, что здесь, через который прошли там порядка 400 тысяч человек, по нашим подсчетам, и они внесли свой вклад в победу. Виктор Юрьевич, проект «Парк памяти» будет интересен всем зареченцам, поэтому, я думаю, все горожане будут с нетерпением ждать его реализации. Я желаю вам успехов. Ждем вас в этой студии снова. Спасибо. Напоминаю, у нас в гостях был заместитель директора музейно-выставочного центра «Заречного» Виктор Юрьевич Кладов. На этом наш выпуск подошел к концу. Я желаю вам всего доброго. До новых встреч на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин